Пояс чемпиона и 100 тысяч рублей за победу. В Кайкенте завершился республиканский турнир по вольной борьбе. На ковры спорткомплекса, построенного силами местных жителей, вышли около 150 участников – юноши, юниоры и взрослые. О том, как в селе любят борьбу, расскажет Курбан Рагимов. Каждая удачная атака борца в красном сопровождается овациями. На ковре бейсултан Арсланов, вольник из Кайкента, в финале встречается с чемпионом страны среди молодежи из Махачкалы Камелем Абдуллагабовым. Поддержка родной публики вселяет уверенность. Арсланов доводит дело до победы, за что получает главный приз – 100 тысяч рублей. Впервые такой престижный турнир у нас в селе. И тренера тоже сказали пробороться. Все сложилось вроде нормально. Выиграл всех. Было очень тяжело, хоть уверенно, но выиграл. Тем более перед родной публикой на своей же земле. Я очень рад, что я смог выиграть всех. Я сам даже не ожидал, что такие ребята были. Здесь были победители первенства России, первенства мира. Все были хорошие. И всем участникам огромная Баркова. Борьба в Кайкенте в особом почете. Любовь к этому виду спорта прививают с самых ранних лет. Турнир украсила схватка юных воспитанников спортшколы. За участие и волю к победе обоим подарили квадроциклы. А зал, где проходят соревнования по праву, можно считать народным. Деньги на стройку спортивного объекта собирали всем селом. Сейчас здесь ежедневно тренируется около 500 человек. Мы тренировались в маленьком зале, старом зале. Это клуб, это как бы называлось раншизм. И инициативу сделали одну такую команду. Собрали. Это восемь человек. Это у нас старейшая группа, мы их называем. И они начали ходить, искать где, что, как. И потихоньку-потихоньку вот так построили зал. То есть земля была здесь? Земля не было. Землю тоже нашли, можно сказать. Инициатива была общая. Собрание сделали и вот так начали вместе. Поддержать турнир приехали олимпийцы и чемпионы мира, титулованные боксеры и бойцы ММА. Кайкент заслуживает проведения больших спортивных праздников. В этом уверен главный организатор соревнований меценат Исламудин Абдулаев. В селе выросло немало именитых вольников во главе с чемпионом Европы и Азии Ильясом Бекбулатовым. Обновленные условия позволят воспитать здесь новое поколение, которое будет прославлять родной край. Всегда хотелось вот такие турниры организовать. Наши будущие молодежи, чтобы они воспитывали спорт. Спорт – это объединение всех, какой бы нации ни было. Я лично мечтал всегда вот так стать взрослым, поддерживать молодежи в селе родном. Вот так, что молодежь, что это видеть таких великих спортсменов, что приехали они. Спасибо им всем, что они поддержали нас. И еще в дальнейшем, еще больше хочется молодежи, будущей поколении уделить. Это мои цели. Турнир собрал порядка 150 борцов. Вольники из разных уголков республики оспаривали 8 золотых наград, из которых 4 медали высшей пробы остались в Каякенте. По два раза на первую ступень пьедестала поднимались воспитанники спортшкол Махачкалы и Хасавюрта.